Я думал, как часто мы слышим это выражение. Суть его заключается в том, что человек ошибочно считает себя творцом будущего, которое еще не наступило, и не факт, что наступит вообще. В этом выражении кроется неоправданное ожидание, которое, к счастью ли, к сожалению, не совпало с реальностью. Так или иначе, но все мы по своей сути чего-то ждем – определенного результата, исхода события или поведения другого человека. Но, как сказал известный футболист, ваши ожидания – это ваши проблемы. Глядя на красивые кадры гор, деревьев и рек, вполне логично предположить, что рассказ будет о путешествии, о природе, об интересных встречах и знакомствах. И я так думал, взяв на себя грех предсказать ненаступившее будущее. По факту, едва не стал я героем сказки о потерянном времени, в которой недоброе начало пытается вернуть себе молодость, давая поучительный урок безалаберным молодым годам. Но что может быть ценнее ошибки, плата за которую наше время? Наверное, только тот опыт, который мы извлекаем из ошибок и который становится частью нашей личности. Зачастую ошибки могут сломать человека, заставив сойти с того жизненного пути, которым он следовал долгие годы и который считал верным и предначертанным свыше. Есть и обратная сторона медали, ибо все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Фраза эта знакома многим, вот только зачастую сложно, глядя на два извечно борющихся друг с другом начала, сказать, какое из них доброе, а какое злое. Недаром говорят, что непрошенное добро есть зло, или еще, помогая, не навреди. С чувством ожидания рука об руку идет состояние неопределенности, в котором человек, сам того не замечая, пребывает большую часть своей жизни. Это одно из самых некомфортных для человека состояний, которое заключается в отсутствии или в недостаточности информации о настоящем или будущем. Если разобраться, мы попадаем в состояние неопределенности, всякий раз пробуждаясь ото сна. Просто не задумываемся об этом, что само по себе является защитной реакцией в ежесекундно меняющихся непредсказуемых жизненных обстоятельствах. Вместе с тем, повышая свою устойчивость к состоянию неопределенности, мы можем самостоятельно избавиться от лишних тревог, увидеть свет в конце тоннеля в сложных жизненных ситуациях и в целом жить более счастливой жизнью. Избежать состояния неопределенности практически невозможно. Его нужно принять и суметь совладать с самим собой тогда, когда кажется, что мир рухнул и выхода нет. На самом деле выход есть всегда, а мир никуда не денется. С нами или без нас он будет существовать еще многие тысячи лет, а вот сколько лет будем существовать мы неизвестно. И здесь неопределенность. Ни ты, ни я не можем изменить этот мир и ход событий в нем протекающих. Но это нисколько не означает, что нужно жить, как премудрый пискарь из сказки Салтыкова-Щедрина, который каждый день, дрожа, победы и одоления одерживал. Каждый день восклицал «Слава тебе, Господи! Жив!» Жил, дрожал и умирал, дрожал. А перед смертью вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Кого он утешил? Кому добрый совет подал? Кому доброе слово сказал? Кто слышал о нем? Он всю свою жизнь чего-то боялся. Он не жил полной жизнью, не рисковал, не совершал добрых дел. Он знал премудрость, которая помогла прожить ему долгую жизнь и которая, быть может, могла спасти жизни многих его товарищей. Но он боялся, предпочтя спастись самому, нежели подвергать себя риску, помогая другим. Премудрый пискарь в наши дни олицетворяет образ трусливого, замкнутого и неуверенного в себе человека, неспособного к большим делам и добрым начинаниям. Наполнять наш мир добром не так уж и сложно. Это под силу каждому. Для этого не нужно быть мудрецом и книжным оратором. Для этого вообще не нужны слова. Куда важнее уметь бескорыстно и с удовольствием отдавать частичку себя в этот мир, не требуя ничего взамен и не навязывая то, во что веришь и считаешь правильным. Доброе дело не обязательно должно быть каким-то масштабным. Убрал камень с дороги. Для кого-то ты уже сделал доброе дело, ведь уже об него не споткнется позади идущий. Показал на личном примере кусочек своей жизни, который делает этот мир лучший. Ты уже сделал добро тому, кто вдохновится твоим примером. Пускай он, следуя за тобой, сделает что-то и разочаруется. Пускай в твой адрес будет много критики и наставлений. Все это не имеет значения, ибо никто в этом мире не может научить тебя жить. Ведь все мы учимся до конца наших дней, выбирая свой путь, извилистый, тернистый и петляющий. Но каков бы он ни был, рано или поздно он закончится, выключит свет, а перед глазами вся жизнь мгновенно пронесется. Кого ты утешил? Кому добрый совет подал? Кому доброе слово сказал? Кто слышал о тебе? Остались в прошлом прожитые дни, которые я обменял на ценный опыт. Впереди ждала неопределенность, сегодня и сейчас раскинувшая передо мной не один десяток возможностей и направлений. С высоты птичьего полета смотрел я на горы, где-то вдали сливавшиеся с горизонтом, на дорогу, извилистой змейкой, петляющую средь полей, на выглядывающий из-за холмов кусочек Бухтарминского водохранилища, на берегах которого беззаботно купаются люди. В эту минуту я ни о чем не думал, ничего не ожидал. Я просто жил здесь и сейчас, с благодарностью принимая прошлое и радуясь настоящему, которое совсем недавно было неопределенным и сомнительным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok